Итого, братья и сестры всех, я возвятаю любовью к Господу нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас 31-й день лета, но можно, сколько-то недавно ждали лет, уже надо только без слез, ради Бога. Сегодня надо попрощаться в последний день лета, 31-го серпня. Представляете, завтра 1-й вересня, но не можно вообще, я не уявляю, как быстро все это летит. Ну что, сегодня у нас участвует служение, в служении участвует Людмила Шумов, Польша, Мария Гуменюк, Оксана Главацкая, Тайна Шур, Вадим Зайченко, Ривны, Васильчук, Ева Россия, Вера Фрицак, Молдова. Тут варто сказать и слава демнула. Гаяна Укасян, Кристина Укасян, Оксана Редкова, Солга Саражинская, Таня Долженкова, Фурманчук, Виталий, Виталий Володя Шейк, Олег Белаш и в том числе я ровно. Вот такие киркости, друзья, мы будем начинать сегодняшнее служение, просить Бога, чтобы Господь благословил. Так вот, у нас какая-то кошка там есть, я не знаю, что она понимает или не понимает, но наразово внимательно смотрит на нас. Добрый. Это уже на его совести. Сегодня мне звонил, не звонил, а написал брат Эрот, что сестра в лекарне, он сегодня не может участвовать и будем молиться, чтобы Господь дал устройство благословил. Да, и помолимся за здоровье, так вот будем молиться, походу и за сестру Максимчук Людминову, и за Кристину, там что-то у нее падает сахар, непонятно, что там происходит. Да, и попросим Божьих благословений на наше служение загалим. Ну, пока вот такие, такие, так, Володя, ты можешь выключить камеру, так вот сестра Ева тоже. Хотел бы дейки месяц прочитать, и мы будем молиться, просить Божьих благословений. Я думаю, что сегодня мы побачим, как там Бог усмотрит, но постараемся, может быть, немножко и с коротким сегодня собранием, но там будет видно. Что я хотел прочитать, апостол Павел говорит в 12 главе Римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела вашей жертвы, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я думаю, что это место мы неоднократно читали, мы неоднократно чули и неоднократно вникали. Так вот сестра Вера Адамова спросила, сегодня не буду, потому что там пришли, там по справах там, ну не получается. Итого, апостол Павел, знаете, по словам до Римлянам, дуже багато пробуждающих веры людей, подкрепляющих. Перед тем, апостол Павел говорил там, еще перед десятой головой, объяснял, разъяснял, как люди могут быть спасены, как люди могут быть верующими. То есть апостол Павел раскрывает суть, чтобы мы могли и другим рассказать. Потому что людина, который уверен в Бога, он не может себе заглушить, я не хочу никого обижать, ну такое понятие немало вообще. Людина, который радуется, радостно, то есть мое общение с Христом, он не может молчать. Ему хочется весь час, он будет рассказать, что с ним делал Господь. И поэтому Павел дальше говорит, что потому что вера у вас, другими словами, вы не народились там, как сегодня некоторые говорят, да, у меня батьки верующие, я родился там, я родился там. Ну, извините, нет такое понятие, что человек рождается в вере. Так не бывает. Потому что Павел так само разъясняет вера, а с лишним. То есть, если люди добрые, вы верите Господу, в меня, по-другому, если Иисус скажет, да, если верите вы в меня, то у вас снова должны быть мои слова. Слова чьи-то. Так. У меня обещает Мария Гуменек. Ну. Вот. Я выкручу звук. Значит, то есть, мы должны, мы должны прекрасно разуметь, для чего мы спасены, для чего Господь нас спас, для чего у нас дано прекрасно такая нагода, чтобы мы действовали. Не только, да, я верю Богу, там все, я никому не мешаю, никто мне не мешает. Нет. Павел, вот это, настроил людей, настроил людей, до к чему? До того, потом, в итоге он говорит, и так, поитоживший, потому что перед тем, еще он много чего говорил по призванию наше, там, что к чему, кто призван, я, там, что там. И приводит до того, и скажет, и так, умоляю вас, братьям, милосердиям Божьим, представьте тела вашей жертвы, живую, святую, благоводную Богу, для разумного служения ваше. Ну, естественно, выникает вопрос, как бы сказать, не то, что вопрос, а просто, наверное, ответом звучит, значит, есть и неразумное служение, да? Служение, которое ведрезняется от Слова Божьего, не то, что об этом говорят там, 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 где угодно, он хочет себе говорить, он должен не ведрезняться от Слова Господня, от Библии. Слово Божье должно нас подкреплять, Слово Божье должно нас вдохновлять. И если ты это служение несешь, и это далеко не от Господа, то его надо втекать из вице. Зачем тебе это? Это неразумное служение. Мы, говорят, да, мы на службе, и когда интересуешься ничего общего с Богом, они только называются. Они говорят, что они виконуют волю Божью, они там, ну, але, девица, еще раз, я хочу, чтобы мы правильно заразумели. Павел, скажи, умоляет нас, братья, я думаю, и братьям, и сестрам, всем верующим людям, умоляет Милосердным Божьим, чтобы мы приносили тела, наши жертвы. То есть, когда ты участвуешь в какой-то деле, да, это может быть разное. Ты можешь будешь сторожить, ты можешь кироваться, ты можешь носить что-то, ты можешь что угодно делать, варить, парить, жарить, я не знаю, там, хлеб раздавать. Или хлеб собирать, я не знаю, как еще сказать. Кто бы ни были мы, начиная, я и каждый из нас, кто бы мы ни были, разумное служение заключает в том, что когда ты делаешь счастье и не пребываешь в нем. Это неразумное служение. Если ты говоришь, что да, слава Богу, Бог благословляет, я верю в Бога и тому подобное, але, разом с тем, твоя жизнь выдрязняется от того, что ты говоришь. Это неразумное служение. Не может людина разумным служением противоречить себе. Ну, например, годину проповедовать, рассказать, от пота лица, там, я не знаю, силу и энергию не жалеть, рассказать, какой вред приносит алкоголь, как там это все вредно, как это страшно, как столько людей гинули, столько людей, да не знаю, что с ним сталося. Хорошо, там все-все сказали, так, друзья, теперь перерываешь, у меня два часа есть, говорит, и все в таком, да, да. А потом сижу, сидит человек, достает с портфеля бутылку, наливает себе, ну, это для аппетита там, и выпьет. Ну, скажи, друзья, ты что, издеваешься? Ну, как ты так это делаешь? Ну, и что теперь? Ну, а сколько стоит вот этот целый час? Ты пробовал, сказал, и теперь взял, и выпил 100 грамм, через сколько грамм, а люди дивятся и думают, ну, непонятно теперь. Это неразумное служение. Ты себе жертвовал, ты не ехал, ничего, там с утра до вечера говоришь, говоришь, ты хорошие вещи говоришь. Ну, в итоге ты свое служение вычеркнул, прочеркнул, прочеркнул, вычеркнул, удалил одним словом. Не годится. Такое служение Богу не угодно. Поэтому, по-моему, скажи, умоляю вас, братья, милосердие Божие, чтобы мы делали что? Тела наши приносили жертву живую, святую, благородную Богу для разумного служения. Например, опять же, мы знаем историю, мы знаем людей, которые знают, что если пешком пройдут до Почаева, мы помните, чули про одного молодого парня, который у нас в церкви неоднократно свидетельствовал, рассказывал, как он болел, страшно умирал прямо. А ему сказали, если ты пешком пройдешь по Почаев, Бог тебя исцелит. И что вы думаете? Он с ровного начал ходить, дошел до Дубна, упал. Дошел до Дубна и все. Ноги не идут, он больной. У него рак. И упал человек. Он хотел послужить Богу, он хотел сделать добрые дела. Он хотел угадить Богу. Пешком мучиться. Но зато ты принес свое тело жертву для разумного служения. Это так называется. Это для неразумного служения. Зачем тебе надо? Короче, ладно, с другой стороны. А какая вига до Бога, что ты пешком проходишь? Ты для себя. Вот диабетикам медицины кажут, что ходить пешком. Мне неоднократно уже казалось, что по вечерам ходить. А причем не собрание, то все одно, другое. И часом, ну, редко получается, иногда надо ходить. Надо ходить? Ходить хорошо. Но тут вопрос. Стояло не просто хождение, а у него цель был поехать туда, эту, куда я сказал? Почаев. Почаев. Почаев? Да, Почаев. Тернопольщине там. Поехать туда, участвовать, там, не знаю, к чему, и Бог исцелит. Поехал в Дубну, упал. Позвонил маму. Мама приехала на машину, забрали, везли того Почаева. Они там еле-еле душа в теле, нашли там какую-то икону. Надо было бить, у иконы три раза бегать там. Значит, они говорят, два раза я побежал, там большая такая территория, там надо было бегать. Два раза побежал, третий раз, хотя его забрали. Знаете, иногда, конечно, неразумно это все выглядит. Ну, как такое может быть, скажите? Ну, как так может быть? Человек приехал, казалось бы, ну, ты что ты, дружище, что ты, что тут, вопрос в чем состоит? Заключается, Бог ищем. Поставили какого-то чего-то, и вот это считали Богом. И надо, два раза ходили, и человек плакал, да, 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 это самое. Он верил, что так, это Бог исцелит его. Вот третий, как раз третий раз надо было. Неразумно это служение, друзья. Неразумно. Это не угодно Богу. Зачем Богу это надо, это абсолютно никто не знает, потому что это Богу не надо. Бог нам не давал ни такого команды, чтобы так поступить и тому подобное. А в пакет, мне сказали, что мы разумно, наши тела принесли жертву для разумного служения. Разумное служение, когда нам болячьи, когда нам даже, вот как тело, даже изнемогает, но благодаря эти служения кого-то назидает, кто-то обновляется, кто-то обрадуется, кому-то стало набагато краше. Это разумное служение, когда ты исполняешь, и радость в твоем сердце подчеркивает Слово Божие, чтобы так в моей будке, несмотря что в Писании мы читаем и находим, что Писание говорит, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Как бы мы не сказали, что это хорошо или плохо, в Библии нам говорили, что да, мы, возможно, за наше служение и мы будем гонимы, но если разумное служение, окей, а если за то, что я вкрал, за то, что я обманул, за то, что я напився, за то, что я там дрался, там шеф, что-нибудь или где-то там, не знаю, что там робит там. Если за это, то извини. Ты страдаешь за твое нехорошее положение, состояние. Поэтому у тебя проблема. Не за то, что ты несешь разумное служение. Это разные вещи, друзья. Поэтому Павел, знаете, просто умоляет, что в школе что-то этикетка еще не может понять. что-то сейчас иногда такие этикетки бывают, что как будто не знаю, такая муха сидит и ковыряется, кусает тебя или еще. Но там этикетка такие острые. И вторую думку, которая идет следом. И не сообразуйте с веком семь, но преобразуйте с обновлением ума вашего. чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Знаете, я еще хотел бы подчеркивать, чтобы мы заметили для себя. Павел говорит, да, вот это все, разумная служение, то есть наша служение должна быть угодной Богу, да, это доброе, это окей, это хорошо. И не сообразуйте с веком семь, то есть не идите с ногой этого мира, не живите по этим законам и представлениям этого мира, как я уже когда сказал, законы мирные не руководят вами. То есть если ты идешь с Господом, да не надо уподобиться этого мира, ты избран не Божий, Бог тебя избрал. Я всегда говорю и теперь говорю, друзья, я теперь повторяю, мне абсолютно не нравится, когда верующие братья, верующие братья друг другу говорят по отчеству. Это о чем говорят? Это они уподобятся этого мира, они хотят показывать, что они там уважают, это не уважение, это унижение, это неоднократно я говорил и повторяю, Петрович, Иванович, Сидорович, и тому подобное, ты подчеркиваешь его плашкое происхождение, что он сын Петра Ивана и Василия и тому подобное, а ты когда кажешь брат, а почему он не говорит брат? Гордость, у него есть гордость, он не может себе, он сам богато себя выше считает того Петровича Ивановича, а делает вид, что он шанует его, это не шанувание, в мире так называют, мы с мира пришли, мы пришли в другое общество, и в этом обществе Господь не сообразует с веком всем, этот век, у него есть свои законы и представления все, пусть этот век живет по-своему, это их право, эти законы с ними хайбудут, зачем ты путаешься туда, зачем ты хочешь уподобиться как один из них, делаешь вид, что, и в итоге, знаете, когда к нам приходят Петрович, Иванович, Сидорович и тому подобное, когда мы начинаем уже не называть брата Иванова, а дорогой брат Иван Петрович, или еще какой-то там другой, ну, я скажу, абсолютно не знаю ни Ивана Петровича, никого, а я так умовно называющий, мы это говорим, как будто мы уважением относимся, но это совсем не уважение, это совсем, мы просто займели этого мира, займели, что в этом мире, конечно, этот мир, это культура, это приятно, это я не знаю, это просто так принято, в чём странах надо поймать, отчестве, там, в Америке, в других странах у них свои, а тут так принято по отчеству, ну да, ну в этом мире принято, братья и сестры, Бог нас избирал от этого мира, Бог нас освободил от этого мира, и когда приходят вот эти всякие такие Ивановичи, Петровичи и тому подобное, после этого и проходит мирское, церковь заходит, и мне было абсолютно, ну, когда у нас ровно в одной большой церкви пастор дозволил одну сестру развод, скажи, я тебе дозволяю, когда она мне казала, что всё, я уже свободна, я сказал, в смысле свободна, всё, развяжу с мужем, я говорю, я что-то не могу понять, отчего ты свободна, от Слова Божия, нет, брат, какой-то назвал имя этого пастора, который такой строгий, он дозволил, я говорю, подчекай, а что тебе Бог говорит, что значит дозволил, что он этот установил, этот закон, и это он это дозволил, это о чём говорит, потому что мир врывается в церковь, потому что муж её бьёт, а она говорит, а я решила, а я не хочу жить больше так, я хочу развести, сколько Бога не призвал до разводов, это мирское, это в этом мире, женится, разводится, замуж выходит, там, я не знаю, не по любви, а по расчёту, вот, если люди любят, то кто нас отлучит от любви Божьей, ни высота, ни ширина, ничего, ни долгота, кто может, иногда ты не представляешь, братцы, но у меня муж такой, такой, подожди, а кто тебя заставил, кто, кто, тебе за язык тянул, обещал, служите Богове и будьте разом навсегда и до конца своей смерти, кто обещал, ты предал перед Богом и этого человека, я неоднократно сказал, если этот человек непотребный, этот человек алкоголик, пьёт, ворует, влюдит, и там, я не знаю, но он не хочет развести, этот негодник, неугодный, негодяй, скажем, это литературное слово, если человек, ну, плохой этот человек, муж, который, он столько зла рубил, а он не хочет развестись, а этот богобоязнный верующий сестра, видите ли, она хочет, она хочет, а Павел, говорит, не сообразуйтесь в мире, разводиться, и я, эти горе пастыря, которые дают дозволь, они, которые встанут перед Богом, потому что замест того, чтобы найти, приближать их, они говорят, да, можешь развести, можешь развести, а завтра на приходище там кого-то находит, а то, что там, если разводится, завершается, так им это не интересуется, главное, они получили, они свободны, любовь, и завтра с ним разведутся, и третьим, пятым, десятом, вот это всякие мирское, друзья, которые заходят в церкву, и люди сегодня, знаете, не смотрят, еще одну думку, светское, светское, сегодня люди, не дивится, духовный стан человека, его надо принимать, потому что он брат того, служителя, надо его принимать, потому что он сват такого пастора, там, или тому подобное, потому что он, знаете, панебратство, коррупция, настоящая, и если, как той бедной несчастный, который был на водоеме, биле водоема, никого нет, когда возмущается, чтобы кто-то его спустил в воду, все, ты будешь годами сидеть там с концами, от тебя никто не дадут проповедовать, несмотря на то, что Бог тебе благословляет, ты маешь слово, ты договоришь, но нет, у тебя никого нет, скажите, а не в этом мире ли это все действует, в этом мире, это закон этого мира, если у тебя кто-то есть, ты все, будешь продвигаться перед, 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 и спрашиваются, откуда, а как так получается, я видел одного брата, так хорошо проповедую, так хорошо, я говорю, а какое служение брат несешь? Ну, просто проповедую, в селе, который мог бы, он был, я не знаю, в таком трезвом думке, рассудительный брат, но я понял, у него никого нет, но я был в некоторых беседах, когда выбирали служителей и тому подобное, иногда я слышал такие мысли, думки, что мне было стыдно слушать за этих людей, как они говорят, в самом деле я против того, когда брата отправляют во двор, с комнаты, и мы обговориваем, это сплетничать называется, сплетничать, лицо, ничего не говорят, а его выгоняют, ну, брат, выходит, мы хочем обговорить, и начинает, кто шумает на него, говорит, а при него все ангели, я не признаю, не понимаю, это в этом мире так делается, и про одного человека тоже выбирают, один разусловливает, как же, врача, надо его выбрать, он хорошо стоит, я на него смотрю, думаю, что он имеет ввиду, где он стоит, в чем он стоит, у него бизнес наложено, хата есть, семья есть, все есть, короче, он хорошо стоит, хотелось просто встать и уйти, потому что если это хорошо стоит, если для вашей понятия, братья, хорошо стоит, это когда люди на мой бизнес, мои гроши и тому подобное, вот это хорошо стоит, то вы нехорошо стоите, поэтому не сообразуйтесь веком сень, не живите по меркам этого мира, законы мира не должны руководить вами, вы должны быть свободны, эта свобода должна быть у нас, в нас, и никто не отнимет этой свободы, потому что цель вложил нам Господь, и тогда мы можем узнать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенно, да поможет нам Бог, друзья, чтобы мы могли наши житые пути, которые идем и так бабашка быстро, уже лето заканчивается, все, последний день, 31 сербня, а вторая вересня, 1 вересня, что поделаешь, и помолимся друг за другу, сразу хочу просить, помолимся за сестру Лиду, брата, это дружина, сестра Лида Лик, помолимся, ай, Бог благословит, укрепит да силу, за сестру Люду Максимчук, помолимся, ай, Господь тоже укрепит да силу, помолимся за Кристина, как я уже сказал, что у него там сахар падает, что Господь восстановил, укрепит, а в конце еще нужды будут, мы помолимся на разуме, все скажем Господу, кто як может, давайте будем взывать Бога, Многомилосердный отец наш, мы тебе шире дякуем, Боже, мы благодарим тебе, Дух Святой, мы славим тебе, мы возвеличаем, Господь, Аллилуйя, тебе, отчара вадалес, каравадай волес, слава тебе, хвала тебе, Терематлец, я прошу на Господь, что ты благословил, Господи, благословим моих братьев и сестер, Господь, кожного сердца, кто сегодня участвует в служении, Господи, благослови, Боже, как ты знаешь, Господи, сестру Лиду, Господи, Германия, Господь, я прошу, Господь, будь там, с ней, Боже, укрепляй, дай силу, избавь от всяких хоров, Господь, и всемогущая твоя рука коснется до ней, Боже, благослови, и благослови, благослови, Господь, христина, Господь, постанови, и благослови, отец, и благослови, будь ласка, если у нас служение будет так, не будем тянуть до 2 часа, мы должны быть свободны во всем, если есть слово, будет и 3 часа, если мы сказали, что нам необходимо, значит, будем молиться, дякуя Богу, и закругляться, от греха я спасен, Божий мир вытворен, сердцем верую я в Иисуса, Он покой мне дает, сняв с души всякий гнет, Сына Божий я верую я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса, верю я, верю я, Сына Божий я верую я, Искупил он меня, верой принял я, верю я, сердцем верую я в Иисуса, в неизменной любви, Он хранитель души, Сына Божий я верую я, О, как радостно мне, Он со мною везде, сердцем верую я, Иисуса, жажду вечно хвалить, Иисусу служить, Сына Божий я верую я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисус, верю я, верю я, Сына Божий я верую я, Аминь, слава Господу. Слава Богу, слава Богу, прошу, кто может чем-то, Аксмелых нема. Сыста Оля, вирш. Готовь себе, церковь, готовь, Смотри, приближается время, Когда охладеет любовь, Умножится грех и сомнение, Готовь себя, слышишь, готовь, Смотри не плотскими глазами, Держись исповеданных слов, И не отрекайся делами. Встрахнись, мир готов поглотить, Смешать тебе с грязью обманом, Не дай же себя ослепить, В угоду всем явольским планам. Вставай, вот предатель идет, Держись, нет, вцепись в Божью руку, И горе на всех сколыхнет, И скорбь нам окажет услугу. Раскроет кто друг, а кто враг, Засветит все лица безгрима, Все взвесит на верных весах, Сквозь сердце проникнет незримо. Все выплеснет, все сколыхнет, Покажет, чем душу питали, Где правда, где блеф, где расчет, Все ракурсы и спорные медали. В последнее время беги, Беги сквозь плевки по разлому, Я слышу Христовые шаги, Беги под соблазнов к христиному. Готовь себе, церковь, готовь, Светильник за правду затмения, Собою займись, не злослов, Храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, Чтоб кто не прольстил тебя лолью, Не дай свою веру украсть И к адскому бросить под нолью. Пока еще день, торопись, Все громче удары на бата, Терпением проб запасись, Войною пойдет брат на брата. Склоняйся по чашке в мольбе, Когда будет Бог на пороге, Смотри, чтоб тебе твой, Чтоб тот свет, что в тебе, Тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь? Готовь. День черный уже наступает, Да не охладеет любовь, Ведь только она нас спасает. Аминь. Слава Богу. Прошу. Так, прошу, сестра Люда Шуман, Микрофон надо включить. Для славы Божьей хочу спеть, Только ж надо найти. Ой. Вот. Я люблю Божий дом, Нет родней уголочка на свете, Хорошо со Христом, Там, где собраны Божьи дети. Церква, милый наш кровь, Озаренные радостью лица, И от Божьих слов Свет небесный нам в сердце струится, Свет небесный нам в сердце струится. Здесь собрание святых, Как мне сладостно с ними в общенье Самых близких, родных, Самых чистых сердец единенье Льется Богу хвала, И молитвы возносятся к небу, Здесь так много тепла, Здесь так много духовного хлеба, Здесь так много духовного хлеба. Сколько радостных слез, Церковь кажется небо преддверие, Всех прощает Христос, Кто приходит с сердечным доверием, Сердце к дивным твоим Ко святому общенью стремится, Наслаждается им, И не может никак насладиться, И не может никак насладиться. Здесь собрание святых, Как мне сладостно с ними в общенье Самых близких, родных, Самых чистых сердец единенье Льется Богу хвала, И молитвы возносятся к небу, Здесь так много тепла, Здесь так много духовного хлеба, Здесь так много духовного хлеба. Я люблю Божий дом, Нет нас родней уголочка на свете, Хорошо со Христом, Там, где собраны Божие дети, Хорошо со Христом, В самом близком общении сердечном, Как мы счастливы в нем, Это счастье он дал нам навечно, Это счастье он дал нам навечно. Здесь собрание святых, Как мне сладостно с ними в общенье Самых близких, родных, Самых чистых сердец единенье Льется Богу хвала, И молитвы возносятся к небу, Здесь так много тепла, Здесь так много духовного хлеба, Здесь так много духовного хлеба. Слава Богу! 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 цветочки, шумела она гордо на ветру, как будто себе песню напевала. Какой прекрасен мир, как славно жить, смоковница, ой, если бы ты знала, что есть уже наказ тебя срубить. И страшный приговор хозяин вынес, убрать тебя и бросить на костер. Плоды твои он так и не увидел, а как люлеял нежно тебя он. Ты красотой роскошной города и кроны садовника ничем не привлекла. Он ждал плода не месяцы, а годы, но ты не принесла, не принесла. Посажены и мы в саду Господнем. Он любит и заботится о нас. Вопрос звучит, есть ли плоды сегодня? Имеем ли духовный мы запас? Нам нелегко ответить, это правда. Но не хочу смоковницей той быть. И от огня и гибельного ада лишь можешь ты нас, Боже, сохранить. Смоковница бесплодная, как страшно. Господь, ты обкопай и удобри. Я не желаю жизнь прожить напрасно. Дай принести заветные плоды и понимать, что ты есть мой хозяин. Я в жизненном саду твоем расту, а сердце мое пусть не забывает. Бог ждет плодов, не жалкую листву. Так много, к сожалению, в нашей жизни пустой листвы, что ветер шевелит. Спасибо, Бог, что нам даешь ты шансы плод принести и свято с тобой жить. Аплоди духа, любовь, радость, мир, довготерпение, добрость, милосердие, вера, лагедность, стриманность. Галати 5.22 Слава Богу. Слава Богу, сестра и девушка. Пожалуйста. Слава Богу. Они ведь Божьи дети. И для таких смерть не конец, а вечность и начало. Для всех людей Христос воскрес и вырвал смерти жало. Жизнь наша временная здесь. Путь к неземной отчизне. Не к смерти подготовка есть, но к новой вечной жизни. Нас для вечности Бог сотворил, Чтоб не мог ты навечно пропасть, Чтоб покаялся ты и среди суеты Был всегда готов в небо попасть. Чтоб покаялся ты и среди суеты Был всегда готов в небо попасть. Мой Господь дорогой, Мой Господь дорогой, Люблю я тебя всей душой. Мой небесный Отец, Мой небесный Отец, Для людей всех Сын Божий воскрес. Во вселенной ты не одинок, Ты не брошен и не сирота, Кто тебя сотворил, тот тебе подарил В вечной жизни с Отецом небеса. Кто тебя сотворил, тот тебе подарил В вечной жизни с Отецом небеса. Мой Господь дорогой, Мой Господь дорогой, Люблю я тебя всей душой. Мой небесный Отец, Мой небесный Отец, Для людей всех Сын Божий воскрес. Полюби ты Его всей душой, Он творец твой небесный Отец, Он создатель всего, И тебе без Него Не досичь вечной жизни небес. Он создатель всего, И тебе без Него Не досичь вечной жизни небес. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу. Так прошу, друзья, кто еще, Мое уважение. Так редко уж у тебя нету. Нету. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Будь ласка. Слава Богу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слава Богу! 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 Навіть Вірменин О! Сестра Марія Гуменюк! Прошу, будь ласка! Слава Богу! Вірш! Життя! Життя – це шлях далекий і невідомий, де кожен день приносить щось своє. Сьогодні смутком може бути повний, а завтра день просвіту настає. Життя – це наші радощі і сльози, це розмаїття квітів на весні, це літня спека чи люті морози, це мелодійна музика і пісні. Життя – це крик маленької дитини, це очі, що від радості горять, це коло друзів, як теплородини. Життя – це Богом дана благодать, це допомога людям і підтримка, це прояви любові і доброти. Життя хай буде чисте, як росинка, або ж прозоре, як струмок води. Життя – це наша вранішня усмішка, це промінь сонця і крапелька дощу. Життя – це не проста земна доріжка, це шлях, яким до Бога я йду. Пісня. Життя дається тільки раз, воно так швидко пролітає, відходить деню забуття, Назад ніколи не вертає. А ми живемо в марноті, про головне забули ми, що ми є тринні на землі, та де ти будеш в майбутті. Дай Боже свят у цьому світі жит, Твоє ім'я лише завжди хвали, сповнятись духом і добротвори, і за тобою ти у слід. Хто допоможе нам біді, Дай Боже свят у цьому світі жит, Твоє ім'я лише завжди хвали, сповнятись духом і добротвори, і за тобою і ти у слід. Хто допоможе нам біді, Хто підкріпить нас в боротьбі, Утішить хто і захвістить, І серце миром наділи. Наш пастер нам подарував, Святого Духа з неба дав, Який утішить підкріпи, Зійде на нас та ось святи. Тобі одному я хвалу несу, Тобі життя своє я віддаю, Я дякую тобі за дух святи, Який веде мене в небесний діт. Дай Боже свят у цьому світі жит, Твоє ім'я лише завжди хвали, Сповнятись духом і добротвори, І за тобою ти у слід. І слава Богу! Так, дякую Богу! Прошу! Так, є жалейші? Чим поділитися, прославити Господа? Ну, не теж відповідь, Так що нічим нікого ми не можемо заставити. Слава Богу! Кто-то разливає тишину. Але патолог ми бачимо, хто це? Це шумом. Дело в тому, що розряжений телефон, І у мене на зарядці я не можу показати себе, Тому що у мене він заряжається. Зверюю. Простите мене. Я слушала свидетельства недавно брата одного, Пушкова. Уже вечность отошел. І він розказував, коли були больші гонения на церковь. І коли його забирали, було собрання. І з собраннями арестовували, Забирали братьев, пасторів, проповедників. І він розказував, як його синок маленький. Його окружили братья і сістрі, щоб не могла милиція к нему добратися. Але вони, конечно, все рівно розшовюряли всех і добралися. І його ребенок, його сыночок, пробрался через столбу і встал рядом с ним. Говорить, папа, можна я з тобою встану? І він стихотворення написав. Называється «Християнський орленок». Кто слышав це свіднітельство, можливо, і стих слышали? Я хочу для слави Божої прочитати. «Он стоял у волосенки, Трепал ветерок, Очень худенький, русий мальчишка. Для него диктовався Суровий урок, не по школьним, По жизненным книжкам. В християнском общении Сегодня был он. Гимны пел майский день на просторе. Его дискон чистейшим звенел серебром В многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской Прекрасной душою В голубом, белооблачном небе. И тихонько шептал, Боже, как хорошо! В жизни счастлив я так еще не был. В океан детских дум Он был так погружен, Что не слышал, как в пении гимнов Шум мотора вдруг резался С разных сторон Диссонансовым сумрачным клином. Он очнулся от дум, Что за люди кругом, Их кокарды зловеще блестели. От машин Много штатским бежало бегом, Значит, будет разгон, неужели? Он подумал, С отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновенье отцовский Услышан он глаз, Вдет затем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось, Словно эхо трагическое были. Показали безбожники Всю свою злость, Рвали волосы, руки крутили. Затащили машины, В автобусы всех, Невзирая на вопли и стоны. Все святое они поднимали на смех, Будто подвиг свершали огромный. От машины к машине Мальчишка бежал. Вмиг разбились мальчишкины грезы. Скорбный взор христиан лишь его провожал. Это церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут Отыскал в окружении безбожном. Может, папу он думал, Они не возьмут, С ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста. Так хотелось бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй, Он с отцом рядом стал, С твердой верой, Как маленький камень. Взял он руку отца, К ней прижался, как смог, Крепко-крепко, Что был оселенок. И услышал, Тобой я доволен, сынок, Верный мой христианский орленок. Помни, Господа, сын мой, Запомни отца И гонителей злобные лица. Мы за правду должны постоять до конца, За гонителей наших молиться. У мальчишки межрусых изгибов бровей Залегло, как у взрослого складка. Он отцовскую руку сжимал все сильней, Но не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он отцу дорогие глаза, Все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра слеза, Не из глаз, а из сердца упала. Кто-то грубо от сына отца отстранил. Повели его в спину толкая, Не рыдай, мой орленок, Крепись, что есть сил, Христианская доля такая. Атеисты, о, где только ваши сердца, Куда совесть могла ваша деться? У мальчишки, забравши родного отца, Вы забрали мальчишки на детствах. Слава Богу, что сейчас мы свободно можем Служить Христу, славить Его, Собираться в собрания, И онлайн собрания проводить. Слава Богу, что время свободы еще, И мы можем радоваться вместе, Господи. За все Ему слава и хвала. А песни нема в связи с этим? А песни в связи с этим? Сейчас будет песня, только сейчас Я быстренько найду. Песню Господь дал написать. Ты мой Бог и другого я знать не хочу, Свою жизнь я тебе лишь вручаю. Лишь тебя каждый день одного я ищу, Все как другу тебе доверяю. Аллилуйя, мой Бог, Аллилуйя, мой друг, Аллилуйя, хвала. Ты советы благие мне в жизни даришь, Все вопросы мои разрешаешь, И великое дивное в сердце творишь, Святым Духом его наполняешь. Аллилуйя, мой Бог, Аллилуйя, хвала. Дух Святой, Аллилуйя, хвала. Ты надежда моя среди бурных тревог, Ты защита мое упованье. Чудное имя Твое, Ты творец мой Бог, Тебя славить мое лишь желанье. Аллилуйя, мой Бог, Аллилуйя, творец, Аллилуйя, хвала. Аллилуйя, мой Бог, Аллилуйя, творец, Аллилуйя, хвала. Аллилуйя, мой Бог, Аллилуйя, мой друг, Аллилуйя, хвала. Аллилуйя, мой Бог, Аллилуйя, хвала. Дух Святой, Аллилуйя, хвала. Слава Богу! Автор песни неизвестен, автор слов неизвестен, очень мне понравилось это стихотворение, как Господь благословил музыку дать, и получилась песня для славы Божьей. Слава Господу! Слава Богу! Слава Богу! Воспользуйся такой свободой, брат, о ней тогда так в лагере мечтали. Слава Богу! 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 И потом дальше он говорит, чтобы Бог любовь между нами, чтобы мы пламенели духовно, чтобы мы могли благоставлять гонителей, мы могли быть единомышленными, единодушными, радовались радующимся и плакали плачущимся, как Гвашка иногда сегодня делает. Правда, когда у человека кроется зависть, он не может радоваться, кто радуется, а плакать, ну как, никому не воздавайте, кажется, злом за злом, но упекитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с нашей стороны. Не мстите за себя, скажи воздубленный, но дайте место гневу Божьему, как иногда у нас бывают такие. Ну и, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, делая все, ты соберешь ему на голову горящие угли. Я хочу, друзья, чтобы мы взвернули увагу, что цель апостола Павла, чтобы мы не только назывались. Вы, бачите, на каждом рифме, да, про себя не думай богато, кто бы ты ни был, знай, что Бог тебя призвал, Бог тебе дал, Бог тебе все. Иногда, случайно, иногда ваши люди еще, так, возомнил себе, ну прямо с неба спустился, ноги облаками помазаны, ну подчекай, зупинись, остановись, пересмотри себе, куда ты идешь. Вспомни, откуда ты не спал, скажет Писание. И так и у нас, каждый из нас, членом тела Господня. И мой палец, он выкунует то, что он может делать. Я неоднократно говорил насчет чего, да, вот даже этот палец. У него много чего, свойства есть. В ухах ковыряться там, наверное, не знаю, может быть. Может, здесь там попробовать что-то. Может, все что-нибудь, я не знаю, этим пальцем кто чем занимается. Но этот палец не заменит этого пальца. А это не заменит все. У них свои. Каждый мое свое значение. И все одно тело, члены одного тела. Так и мы с вами, каждому из нас Бог дал необхидное. Каждому Бог уделил что-то. И мы тому радуемся, благодарим Бога, дякуем Бога. Я когда бачу, одна сестра спевает, она не радостно по мне, прекрасно, слава Богу. Брат спит, проповедует хорошо, отлично, молодец, слава Богу. Да, Боже, так действительно, правильно, так хорошо сказал, я бы никогда не подумал там. Я радуюсь тому. У нас должно быть такое чувствование во Христе Иисусе. Некий зависть, ничего там, о-о-о-о, а что это так? А почему он так? А почему она так? Почему на нее много? Доброе, что у нас мы не хлопаем в церкви. Я уявляю, если вы похлопали, там и вам проповедовали. Так, гарно. Бурные аплодисменты. А Василь там нет. Все, закинчилось. Все. Обеда на Василь, обедился на всех. Я так старался, готовился. Нет, слава Богу. Слава Богу. Увышеватель, увышеватель. Так, слава Богу. Что ты маешь, в чем ты пребываешь. Пребывай в тому. Не жди. Кто-то заметит. Ты в тому пребывай. Ты живи с Богом. Живи той жизнью, которую Господь тебе уделил. Не притворно. Не притворно. Если я начальник, значит, буду керевать, буду работать. А если я уже не начальник, все. У меня служба закинчивается. Банкрот. Все. Уже все. Ничего не ждет от меня. Мы должны быть тем, что есть. Всегда. Кто бы мы ни были. Кого бы нас не поставили. Кого бы не ставили. Кого-то там, я не знаю. У нас Бог призвал нас. И поэтому, Слово Божие, понимаете, в этой главе я бы... У нас времени нет. Просто я вот так... Каждая строчка там, я о чем говорите. Каждая строчка, мы делимся, каждая строчка о чем-то говорит. И Павел там такой виток робит, скажет, что мы были единомеслены. И Петро говорит об этом. Единомеслия. Единодушие. Единомеслия. Не высокомудроствуйте. Никому не давайте злом за зло. И тому подобное. В таком духе, знаете, Господь хочет нас предводить, друзья. Мы хотим, чтобы мы изразумели, что мы члены тела Христовы. Каждый из нас является какой-то частенькой того тела Божьего, Господнего. И мы должны в нем прибывать. Вы представляете, этот палец, который должен что-то делать, он не делает, потому что он мстит этого пальца. Но извините, ты не этого пальца мстишь, ты хозяина свистела, ты Иисуса мстишь. Если ты делаешь назло, ты должен был делать так, а делаешь навпаки, то ты мстишь Господу. Ничему пальцу. Потому что этот палец, видите ли, не знаю, обиделся на этого пальца, а бы на той руке, там еще. Поэтому мы должны каждый пребывать в том, что он есть. И не расслабевать. В никоем случае. Не расслабевать. У нас есть всегда возможность молиться. Молиться Богу и просить Божьей милости, что Господь благословил, сберег, сохранил нас и не залишав. Добрые друзья, потому что, если я начинаю говорить, то я больше уже не могу запиниться. Уже надо говорить, 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 но пора нам уже молиться. Как я уже говорил, мы будем молиться Богу, будем молиться, просить Божьей милости для сестры Лиды, Лида Лик, дружина брата Эрвата из Германии, забрала лекарню. Попросим Божьей милости и Божьей присутности, чтобы Господь восстановил здоровье и чтобы она вернулась в дому и продолжила служить и Господу. Помолимся за сестрю Люду Максимчук, помолимся за ее здоровье, что Господь благословил ей. Помолимся за Веру Адамович, за у нее, вы знаете, ей нужды, дети, не знают Господа. Попросим, чтобы Господь благословил так уж. Попросим за Кристина, я уже говорил, за Гайане. Можно вообще ей нужды, груди, скажите, мы будем молиться. Особенности нужды. Продолжение следует, чтобы я завтра была в форме. Вот нехай Господь забери боли в своем теле. Я сегодня робила таку работу, что, видно, мне ее не можно делать. Теперь я так мучусь. Помолиться, нехай Господь позабирает эти боли. Чтобы я завтра в форме была. И нам нужно на дорогу и завтра. Устараюсь, устараюсь. Устараюсь, да. Хай Бог благословит. Так, кто еще? Друзья, сестра Вера, прошу. Хочу попросить, чтобы молились за моих детей. У меня дождь с детьми затем температурили. И чтобы Господь лето, жара, а тут температура. Чтобы Господь исцелил. Добрый, хай Бог сохранит, сбережи, потому что чуем, богатые люди температуры достанут частым какой-то вирус. Во имя Господня за оборону этого вируса действует среди детей Божьих. Так, прошу, друзья, кто еще? Сестра Люда Шуман, мы сегодня читали и прошел десятого. Так, благодарю, друзья, дорогие, за ваши молитвы на десятой химии было. Слава Богу! Все так было благословенно, но одна печальная новость. Столько много было людей, новых людей, множество новых женщин, и у всех диагноз рак груди. Просто это что-то страшное творится, чтобы Господь благословил их, исцелил их, чтобы спас их. Я Евангелие раздавала. слава Богу, слава Богу за все. Да, персонал давно у меня взял Евангелие, все взяли, слава Богу. Врачи некоторые, ну, дальше, значит, буду молиться и вас прошу, чтобы они становились на дорогу Божию. Еще прошу вас, помолитесь, пожалуйста, за брата Павел Ковальчук, это брат, это сын нашего пастора Александра Ковальчука, который уехал в Америку, рак, чтобы Бог исцелил. Помолитесь, пожалуйста, за Тараса, не знаю, Тарас, новонавернувшись, я писала о нем, они из Украины, в Литве, Польша отказалась, очень написала сегодня сестра, мама его, что очень его дела плохие, у него рак головного мозга, пускай Господь душу спасет, чтобы он крепко уверовал, и, ну, исцеление, конечно, мы просим, вот, и пускай Господь благословит, я молюсь за всех онкологических больных, я теперь знаю, что это такое, прохожу этой дорогой и просто за них молюсь, и благодарю сердечно за ваши молитвы, радостная вещь, мама сегодня ходила в больницу, может, она сама хочет сказать, но вижу, что молчит, пока я скажу тогда за нее, если можно, у нее сахар в норме, анализ этот, она сдала, сахар в норме, слава Богу, и болела ей поджелудочная, помолились во вторник, Бог поджелудочную, исцелил, боль снял, и, да, и пусть Господь благословит, чтобы она была крепкая, духом и здоровьем, и меня ждала тоже здоровую, а там мы будем двигаться, друзья дорогие, к вам, чтобы вместе нам быть, ну, Бога так больше. не ждем, не можем дождаться, когда приедет, чтобы Бог дал, у нас помещение было, чтобы мы вас приняли. Да, очень благодарим, Господа и Бог. Добрые друзья, кто еще, давайте, скажи, да, так, слухаем, кто там. Что ж таки? Это все, подяка Богу, прошу помолитись за спасение детей, за помещение для нашей церкви и за мир. Дякую. Доброе, хай Богу, благословит. Дякую, Господи, всему, кто молился за меня, хай Богу, благословит, воздаст Тарицей. Прошу помолиться за Марийку, у нее что-то болит рука сьогодні, знову почала болитись, хай Богу, я отмирюсь, за спокаяние, здоровье, за спокаяние моим дитям. Дякую. Доброе, помолимся. Все сказали, друзья, давайте вечерю сердце, чтобы все сказали, не будем взывать до нашего Бога, будем просить, Он всемогущий, Он царь, царь, Господь, Господь, лекарь над лекарями. Иногда люди не до конца понимают, но все в его руках, все в его руках. Мы попросим обильные благословения. Давайте, кто, как может, вздеваем до нашего Бога. Слава тебе, Господь, слава тебе, всемогущий, славим тебя, величайший, трансляцию, дякую Богу, дякую вас, что вы с нами, хай Бог всех вас благословит. Я поклоняю тебя. Я поклоняю тебя. Продолжение следует...